Да? В эфире ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Ольга Васильева. Здравствуйте. Житель Запорожской области перевозил боеприпасы в детской коляске. В Бердянске внимание патрульных привлек подозрительный мужчина с коляской. Они решили его проверить. Внутри коляски полицейские обнаружили ящик с патронами. Как выяснилось, боеприпасы 35-летний неоднократно судимый местный житель украл из гаража. Там же полицейские обнаружили целый арсенал оружия. Три гранатомета и 16 выстрелов к ним, 29 оборонительных и наступательных гранат, а также более 4000 патронов. По данному факту начато уголовное производство. В Запорожье прошел митинг-реквием. В день памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время, у памятника в парке Металлургов состоялся митинг-реквием. Запорожцы говорили о солдатах, чья жизнь оборвалась при трагических обстоятельствах на полигонах, при испытании новой техники и оружия. А также о бойцах, погибших во время проведения антитеррористической операции. Впервые матери погибших в мирное время собрались на Капусяном кладбище 1 июня в 1994 году. С тех пор для них стала традицией ежегодно собираться для того, чтобы вспомнить и помолиться о своих близких. В Запорожье открылась уникальная фотовыставка. В Союзе фотохудожников открылась уникальная выставка «Не прогав друга». Это фотопроект о запорожцах, которые приютили бездомных собак. Здесь десятки фотографий горожан с их любимцами. Особенность в том, что к каждому фото прилагается счастливая история. Идея проекта принадлежит общественной организации «Проручи Мисто» и направлена на то, чтобы показать, что дворняжки ничем не хуже своих породистых собратьев. Фотовыставка будет работать до 8 июня. Посетить ее могут все желающие по адресу проспект Соборный, 159. А вот дальше организаторы планируют показать ее прямо во дворах Запорожья. Это была последняя информация выпуска. Напоминаю, все актуальные новости Запорожья и области вы можете найти на нашем сайте tv5.zpua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zpua. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. У меня так сердце колотилось. Мы не плачем, мы не расстраиваемся, потому что ты не хочешь плакать. Нет, я не хочу плакать. Это не совсем понятно. Первая информация, три выстрела к ним. Это как? 29 обороны. А, нет, вот это. И 16 выстрелов к ним. Ну, к этим вот гранатометам. Три гранатомета и 16 выстрелов к ним. Ну, или как можно? Можно сказать боеприпасы, ну, просто как бы патронов. Я немножко попробовал, и я не совсем... Ну, нет, ну... Я в военной технике не сильно разбиралась. Хорошо, постараюсь. Хорошо. В эфире ТВ5. Итоговый выпуск новостей. Студия Ольга Васильева. Здравствуйте. Житель Запорожской области перевозил боеприпасы в детской коляске. В Бердянске внимание патрульных привлек подозрительный мужчина с коляской. Они решили его проверить. Внутри коляски полицейские обнаружили ящик с патронами. Как выяснилось, боеприпасы 35-летний, неоднократно судимый местный житель украл из гаража. Там же полицейские обнаружили целый арсенал оружия. Три гранатомета и 16 выстрелов к ним. 29 оборонительных и наступательных гранат. А также более 4 тысяч патронов. По данному факту начато уголовное производство. В Запорожье прошел митинг-реквием. В День памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время, у памятников парки Металлургов, состоялся митинг-реквием. Запорожцы говорили о солдатах, чья жизнь оборвалась при трагических обстоятельствах, на полигонах при испытании новой техники и оружия. А также о бойцах, погибших во время проведения антитеррористической операции. Впервые матери погибших в мирное время собрались на Капустяном кладбище 1 июня в 1994 году. С тех пор для них стала традицией ежегодно собираться для того, чтобы вспомнить и помолиться о своих близких. В Запорожье открылась уникальная фотовыставка. В Союзе фотохудожников в Запорожье открылась уникальная выставка «Не прогав друга». Это фотопроект о запорожцах, которые приютили бездомных собак. Здесь десятки фотографий горожан с их любимцами. Особенность в том, что каждому фото прилагается небольшая счастливая история. Идея проекта принадлежит общественной организации «Приручье Мисто» и направлена на то, чтобы показать, что дворняжки ничем не хуже своих породистых собратьев. Фото-выставка будет работать до 8 июня. Посетить ее могут все желающие по адресу проспект Соборный, 159. А вот дальше организаторы планируют показать ее прямо во дворах Запорожья. Это была последняя информация выпуска. Напоминаю, все актуальные новости Запорожья и области вы можете найти на нашем сайте tv5.zpua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zpua. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо вам. Не снимать, я так понимаю, самостоятельно, да?